Кажется, я все понял. Вы староверы. Да, вам не хочется смотреть прямые трансляции, потому что они от лукавого. И подписываться на удобные цифровые технологичные сервисы тоже. Ведь они оттуда же. Вам лучше как в старину. В записи. Лучше вообще на пергаменте. И тогда будет самый сок. Что ж, а это последняя серия четвертого сезона. Дальше пятый, а после уже украинская версия и новые сезоны. Готовьтесь. Ну и смотреть такое без вкуснях, это настоящее преступление. А купить все необходимое поможет стильная дебютовая карта от Тинькофф Блэк. В четырех дизайнах от современных стрит-арт художников. К тому же она дает еще больше кэшбэка. Только никому. Прямо сейчас вводи промокод MARKET30 при оформлении карты. И тебе будет доступен дополнительный кэшбэк в 30% за покупки в Яндекс.Лавке, Перекрестке и других онлайн и оффлайн супермаркетах. Кстати, фирменные кардхолдеры и стикеры привезут в подарок вместе с картой. Если ты вдруг забыл, то я напомню, что кэшбэк приходит рублями. А снимать наличные без комиссии можно даже в банкоматах других банков. Плюс удобнейшее приложение, в котором ты можешь оплачивать связь, интернет, ЖКХ, штрафы, налоги и многое другое. Все это без комиссии. Клиентами Тинькофф стали уже 30 миллионов человек. А ты чего ждешь? Смело переходи по ссылке в описании, оформляй Тинькофф Black в лимитированном дизайне и пользуйся всеми ее преимуществами. Помните об этом, друзья. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется все еще впереди. Но. Но. Но ты в говно. Сука. Все, кого громче? Извините, извините. Привет, меня зовут Алина, мне 16 лет и я из столицы Удмуртской республики, города Ижевск. Опа. Привет, меня зовут... Давайте погромче, давайте. Давайте, блядь. Привет, меня зовут Алина, мне 16 лет и я из столицы Удмуртской республики, города Ижевск. Вот оно, Ижевск. Это, кстати, почти родина моя. Всего лишь в полутора или двух часах езды от моего родного города. Вот. Так что, знакомые места. После девятого класса поступила в Московский финансово-промышленный университет на юридический факультет. Какая молодец. Сейчас учусь на первом курсе на заочном отделении. Это дает мне возможность подрабатывать официанткой горничной в санатории. Зарабатываю 12 тысяч рублей в месяц. Я считаю, что для подростка это неплохо. Зарабатывать это реально достаточно сложно, но классно тратить их. Вот это вообще самый кайф. До 12 лет я жила в полноценной семье. Мама, папа и старший брат. Мою маму зовут Ира, ей 55. Папе Андрею 43. А моему брату Владу... У папы Андрея что-то с лицом. Оно очень размазано. 30 лет. Мама родила его от первого мужа, с которым разошлась, когда Владу было 7. А вскоре встретила моего отца. Жили они с мамой неплохо. Папа работал грузчиком. Не смог найти работу получше. У него всего 8 классов образования. А мама училась в Ижевском техникуме советской торговли на товароведы. Но уже много лет работает риэлтором. С папой Алиной мы прожили 20 лет. Брак мы с ним не заключали. У нас был гражданский брак. У нас такая интересная история. Мы с ним как-то ехали по городу. Там строилась церковь. Я ему все говорила, когда вам брак-то заключать. Он говорит, построится церковь и помечаемся. Церковь построилась, а он раз и ушел к другой. Действительно интересная история. Не правда ли нахуй? Пора экранизировать. И не просто к другой, а к Любе, двоюродной сестре мамы. Полтора года папа изменял маме за ее спиной. А потом просто собрал вещи и ушел. Для мамы это был сильный удар. Может быть мне было даже и легче, что если бы он ушел к чужой женщине, которую я не знала. Потом я еще ему очень много смс отправляла. Ладно, ты меня бросил. А ребенка-то зачем бросаешь? Кошмар какой. И сестра тварь. И после того, как мой папа бросил нас, мама вычеркнула его из своей жизни. И свою двоюродную сестру Любу тоже. Мне не запрещало общаться с отцом. Тем более он живет со своей новой женой в Ижевске. Но желания поддерживать с ним связь у меня не было. Опять проходки, блядь. Он просто для меня умер. Папа ушел из семьи в очень сложный для нас период. За месяц до его ухода умерла моя бабушка, мамина мама. И от всего происходящего мама погрузилась в полную депрессию. И переехала жить в дом бабушки в починок Гальянский за 27 километров от Ижевска. А я осталась жить с братом Владом в нашей двухкомнатной квартире в городе. На выходные ездила к маме в Гальянский. И мне было очень больно на нее смотреть. Она все время плакала. Пару месяцев я молча злилась на нее за эту слабость. А потом в один момент меня накрыло. Молча злилась на ее эту слабость? Я просто подошла к маме с слезями на глазах. Я говорю, встань. Она такая, ты не понимаешь. Встань и иди, ебаный рот. Неплохо. Я сказала, я хочу блинчики. Встань и съезди в магазин. Ну и короче, она встала и поехала. И все. И после того дня она пошла к психологу. То есть моя вот эта вот злость, она мне помогла действительно встать на ноги. Маме удалось справиться с депрессией. Она занялась собой, сбросила 20 килограмм. И вскоре встретила свою первую любовь, дядь Славу. Первую любовь. Так, подождите. У нее был первый муж, от которого родился первый сын. У нее был второй муж, от которого родилась вторая дочь. И у нее теперь первая любовь. Поняли, записали. Ему 58, работает водителем автобуса в Иркутске. Он постоянно в командировках, в проекте сниматься не захотел. Раньше дядь Слава был женат, и у него есть взрослая дочь Женя, которой 35. Через пару месяцев их с мамой отношений, они стали жить вместе в доме моей бабушки. К дяде Славе я отношусь нейтрально. То есть, ну, мне не нравятся некоторые моменты, только то, что, типа, я самый умный, да, вы там все тупые. Поэтому, когда дядь Слава появился в жизни моей мамы, я стала реже приезжать к ней в гости. Да и в городе с братом вдвоем мне живется хорошо. У меня с Владом очень хорошие отношения, заботой, любовью. Он не заменил от реального отца. Влад не женат, детей нет. У него на первом месте самореализация. Я отучившись в колледже на технико-пожарной безопасности по специальности... А можешь пройтись? Ну, вот так, чтобы вот как будто ты по-настоящему идешь. Да не вопрос. Отлично, сняли. Идем дальше. Ты работать не пошел. Начал заниматься бизнесом. То квартиры сдавал посуточно, то ремонты делал. А когда мне было 14, знакомый предложил Владу перебраться в Москву и изготавливать парковую... Да-да, можешь посмотреть вот туда. Отлично получается. ...мебель. И мой брат уехал. Очень сильно переживал, что она остается здесь одна. И постоянно маме говорил, что надо бы либо, чтобы она у тебя, либо, чтобы ты с ней жила. Но на этом... О, это большие зрачки, да, скажем прямо? Такие прям... Угу. У нас все и закончилось. Да, я очень сильно тревожилась, что Алина осталась в городе жить одна. Даже были случаи, когда... Алина пришла с улицы, пришла, я говорю, ключи стиральную машину. Она все время смеялась. Зачем? А потому что, когда стиральную машину включаешь, звонок появляется там, что она включается. Вот так ее проверяла. Мама не могла бросить свое хозяйство в Гальянском. А я не хотела там жить. В итоге в 14 лет я осталась одна в двухкомнатной квартире в Ижевске. Но несмотря на то, что я стала самостоятельной и взрослой, мои брат и мама все пытаются меня контролировать. И звонят по пять раз в день. Думаю, весь этот контроль, потому что брат и мама знают, что я встречаюсь с парнем. Его зовут Илья, ему 18 лет. Мы познакомились в общей компании друзей и встречаемся уже полгода. Блин, для меня... Можешь максимально медленно. Вот насколько это возможно поцеловать? В 18 лет мы познакомились в общей компании друзей и встречаемся уже полгода. Блин, для меня идеальная девушка, потому что именно такой я представлял себе. С ней не скучно, всегда есть о чем поговорить. Жалко, что со мной скучно и со мной не о чем поговорить. Илья для меня тоже идеальный. Он спокойный и серьезный парень. Учится в Ижевске на третьем курсе политехнического техникума, на станочнике широкого профиля. А после учебы иногда подрабатывает, делает опалубки под фундамент. Я познакомила Илью с мамой почти сразу, как мы начали встречаться. Он мне понравился. Мальчик рыботящий, рукастый, добрый, ласковый, нормальный, хороший мальчишка. Исчерпывающий. А вот я не знакома с семьей Ильи. Знаю о них лишь с его рассказов. Его маме Люби 47, она продавец в магазине Минь. Хм, маме Люби. И там сестра тоже Люба. Ну ладно, наверное, никак это не связано, но все равно. Мне интересно, какой тут сюжетный поворот будет? Или опять что, заебись у всех там все? А его папе Славе 52, занимается отделкой квартиры в новостройках. Они развелись, когда Илье было 5, а его старшей сестре Насте 9. После развода папа Ильи переехал в деревню Июльское за 40 километров от Ижевска. Просто прикиньте, на самом деле он стены портит. Ну типа там была нормальная квартира с нормальным ремонтом. Он просто пришел, все, шпаклевка измарал, блядь, рабочие инструменты принес. А мама осталась жить в городе. После развода со Славой никто из нас плохим родителем не стал. Мои дети, они общаются оба с отцом. У них нет никаких преград, я никогда их не ставила. Сейчас отдать Славу новая семья. 8 лет назад он... Блядь, они заеб... Смотрите, все разводятся. Какой кошмар. Просто у всех 24 на 7 разводы. Бесконечные. Ну так и что там потом вырастет-то? Ну конечно все будет... Люди, живущие не в полноценных семьях, видят модель своих родителей такой. И все. И по пизде все нахуй. ...женился на женщине с двумя детьми, которая младше его на 20 лет. Ее зовут Катя. У них родилось еще трое детей. А мама Илью уже 4 года живет с мужчиной Костей. Ему 46 лет. Но вы... Что сказали? С Костью от мужчины? Или что? Я не понял. Путники родителей Ильи, как и мой отчим, участвовать в программе не захотели. В общем, несмотря на то, что у родителей Ильи новые семьи, а ему самому же 18 лет, его до сих пор воспитывают. И это воспитание строгое. Особенно, что касается взрослых отношений. Так, что там за воспитание? Я ему сказал, сын, если ты познакомился с подружкой, или какой-то там девушкой, никогда... Если ты познакомился с подружкой, сын... Ты дурак, блядь. Вы же уже знакомы, нахуй. Не занимайся непотребством. Т.е. сексом. Если... Ты на меня не смотри, блядь. Я когда с твоим парень познакомился, я сразу этим начал заниматься, блядь. Но ты на меня не смотри, потому что я человек уже... Этсет? Потрепанный. Никогда не занимайся непотребством. Ну а сексом можешь заниматься. Ты этим будешь заниматься. Так, может потерять эту любовь. доброта не не это вовсе грех вот так нахуй ты можешь потерять эту любовь поэтому когда мы начали встречаться илья сказал родителям что съезжает к другу и хочет самостоятельной жизни ну а воображаемый друг это я я не альята шалунишка хотел говорить родителям правду чтобы не слушать их нравоучения и по началу нашей совместной жизни илья честно следовал принципам отца но не так долго два дня блять три месяца сначала отношения у нас случился первый секс до алины с другими не спал у меня как так и воспитывали то что секс только после свадьбы с алиной получилось по-другому чуть-чуть буквально ну чутка как-то не так вот но илье придется сказать родителям правду ведь я беременна но не потребствовали так получается то так 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 но пока пока персонаж персонажа мне видится отец пацана персонажный а беременности я начала подозревать когда у меня резко повысился аппетит за завтрак я съедала в три раза больше обычного и на протяжении дня закидывалась едой как могла за обед блин первое второе третье четвертое просто дофига всего ну началось там десятая восемнадцатая пятнадцатая что это ну куда чего ты думал что как бы это перед менструации гормоны шалят все такое у меня как раз должен был срок подходить к менструации не подошел но я не испугалась ведь я очень хочу стать молодой мамой меня просто было такое желание хочу ребенка прямо так хотелось и или хочешь немного на маньячку похоже примута хотелось хочу ребенка люблю и от или имя детей для меня это вообще он же все классный окей я специально спрятала все презервативы которые были дома когда дело дошло до близости не пустил илью в магазин но когда поняла это как происходило только сука через меня блять ты понял никакой магазин никакой жвачки тебя блять а задержка сказала об этом и и он купил тест на беременность сделали тест показал положительный я офигел 18 лет стать отцом это верновато конечно но сделал отвечай я готов нести смысле сделал отвечает тебе тебя с тобой манипулировали нахуй тебя не пустили в магазин ты чё блять очнись ответственность и я четко сказал никакого аборта ребенка оставляем но он не знает как сказать об этом своим родителям боится их реакции на то что я забеременела будучи с ним не в браке я предложила сначала рассказать обо всем его сестре насти она сама молодая мама ей 23 как и ее мужу пить они воспитывают 8-месячного сына и занимаются собственным бизнесом по профессиональной ориентации какой ориентации попался от сколько гендеров до профессиональный теперь еще есть смотрите вот эти упоминания бесконечные того где кто чем кого занимается и работает удивительно просто это так важно наверное важно да илья сказал что нас от такого же мнения как и его родители и что она сама до замужества ребенок ребенок я сказал что нас от такого же не как и что она сама не забирать ступала во взрослые отношения но это очень важно сохранять себя для мужа я считаю это ценность женщины если мужчина понимает то что эта девочка была нетронутой у него совершенно другое отношение к ней знаю наперед как настя может отреагировать мы решили пока ей не рассказывать вот так вот девочки его родителям тоже на своей маме тоже боюсь говорить ведь она перенесла три инсульта и сейчас ей нельзя нервничать но оттягивать наш разговор я не хочу поэтому позвонила маме и все и рассказала то что лида тогда забеременела ирина юрьевна но в конце-то концов блять мы с вами договаривались до съемок что все будет нормально блять но будете держать себя в руках ёбаный рот блять и когда мне пришел результат этого анализа мама приехала к нам четыре-пять недель может я ебну по животику а ну нет блять и опять как неприятно что мама предлагает мне таблетку какую-то пить потому что ну блин она не думает о последствиях да что я могу потом не родить ну я буду рожать б пугает она меня конечно же ты как будете иду работу буду зарабатывать ирина юрьевна блять ну мы же с вами говорили ну что за хуйня то в кадр заходите уже десятый дубль портите ладно хуй с вами говорите тут остальное с вами все хорошо будет нормально справимся обещаешь обещаю теперь придется на работу устроиться так ебало свою ставишь ставлю у родителей точно день просить не буду потому что виноват в этом только я и буду сам выкручиваться что за странного ведь я пробка от вина на интеллектуально юмором блять мама захотела встретиться с мамой ильи но я сказала что сначала нужно мне с ней познакомиться а потом уже и знакомить на следующий день я позвонила своему брату владу рассказать новости так алё привет привет как дела как обычно все круто у тебя я понял внутри братик это правда братик там привет все круто все нормально все как обычно я на тусовочке а у тебя как дела и коктейльчик вот так а на выходных мы с ильей поехали к нашим друзьям дани с ирой по дороге купили в аптеке три теста на беременность чтобы как-то интересно заявить о моей беременности ты дура съебалась на фон отсюда убралась ты мочу мне положила на стол ну-ка давай сюда пусть тебе 16 блин а чё они делать будут как они будут его воспитывать как они обеспечивать его будут чё делать собираетесь покружать конечно маме как маму знает моё а мы им осталось рассказать и все вы сможете его обеспечить и чё устроишь на год на так как нам не осталось рассказать и все вы сможете что я бы съела ему ухо это ебучая него обеспечить ты чего устроишь на вот на манюча ребенок вырастет мама будет молодая а папа будет молодой то есть не могут очень хорошие отношения настроить с ребенком через неделю мы с ильей решили больше не откладывать мое знакомство с его семьей поэтому я позвонил своей маме и предупредил что придет на ужин но не один итак весь выпуск давай будет она пользуясь случаем пригласила к себе еще сестру ильи настю вместе семьей так ли нам не понравилось размышляют не как подросток так что я в принципе даже успокоилась мне понравилась любовь николаевна и сестра насти очень по-моему она и не была беспокойной сейчас на приятное уверенно мы найдем общий язык в принципе я их отношения одобряю главное чтобы они были чистыми и честными единственное что меня смутило что и 16 лет встреча прошла хорошо но мы с ильей так и не смогли сказать о моей беременности теперь осталось познакомиться с папой ильи но у него много работы поэтому знакомство с ним пришлось отложить 8 неделя честно говоря я не думала что быть беременной так сложно я все время хочу спать очень тошнит от запаха мощных средств получается что мы все беременны что из-за этого мне пришлось уволиться с работы в санатории меня настолько обострилась обоняние что я чувствую что готовят соседи и меня от этого тошнит мне тошнит даже от запаха ильи как бы он не воняет но для меня он воняет очень это вообще кошмар и хорошо что я приходит домой поздно ему удалось устроиться на работу сборщика мебели в мебельный магазин где работает его мама теперь я будет зарабатывать 25 тысяч рублей в месяц и у нас будут деньги чтобы работать полный теперь или я будет зарабатывать 25 тысяч рублей в месяц и у нас будут деньги я не ему пришлось забрать документы из политехнического техникума и поступить московский финансово-промышленный университет юридический факультет на заочное отделение единственный минус что раньше я учился на бюджете а за очка стоит 22 тысячи рублей в год но илья сказал что справится хоть работа не нравится но пофиг чего наш день были но я не знаю или ухабли как илья все это вытянет помимо учебы и наши с ним семьи ему придется содержать еще и альму это хаски которую мы недавно завели купили по объявлению в интернете за четыре с половиной тысячи рублей краски это хаски пока это была моя с детства мечта мне не мама не папа это хаски точно этого не давали мама говорил то что не место собаки ну вроде как наверное может быть ладно думаю я счастлив но на хаску на хаски не похожи по моему у хаски всегда голубые глаза что у меня существует моя мечта по моему потом ушел бухать просто вот до сих пор хуячит моя мама узнав что мы завели хаски ругалась говорила что собаку удовольствие не из дешевых и лучше бы на ребенка потом деньги потратили может мама и права хаски купили на авито это хаски стопудово мы узкие друг друга не обманываем мы ведь не знаем во сколько нам обойдется наш малыш я попросила илью сходить к его сестре в гости пробить пацанам на детские вещи только аккуратно она же еще не знает что я беременна суши петь сколько у вас кроватка вышла тысяч девять десять для него что-то и дорого мы так коляска чё сколько коляску мы у знакомых взяли они нам еще шмоток подкинули чё ты зачем так спрашиваешь просто интересную давай признавайся я вижу чё за странные вопросы ты блин чё линка беременна шок и я думал что у него дети появятся в браке шок при этом ознакомиться я не брак из-за детей в этом плане я очень сильно расстроилась я считаю что нет хоть 14 хоть 15 хоть 50 лет потому что это твой ребенок типа блин не знаю это очень жестко я считаю что не конечно молодцы что решили оставить ведь счастье да ну-ка это понятное счастье так это все равно же ответственность супер учу все эти влип по полной молодец стоит когда я узнала что настя уже в курсе всего стало легче жесткого скала интересно то еще жестко устала скрывать правду от родных ильи он договорился с сестрой что сам скажет маме что я в положении а она расскажет отцу отец такой человек на стране не мало ли что психонет лучше пускай сестра скажет так у них более теплые отношения психонет в стену замуруют нахуй илья решил больше не откладывать разговор с мамой сказать тебе хотел она беременная как беременна ну вот так получилось конечно в 16 лет это рано это не время чтобы рожать детей ну от того что я начала бы нервничать и кричать и возмущаться ничего бы не изменилось он же не конфета блин придя домой илья рассказал что к его удивление мама спокойно отнеслась к моей беременности но хочет теперь познакомиться с моей мамой я не против и через два дня когда у тёти Любы был выходной мы все вместе встретились в кафе мы встретились в кафе все вместе и решили попить немножко акварели ну чё делать-то будет чё делать-то линка вот одна жила ну или зачем вот оставила ее одну то но алиной алиной тут можно сделать и когда я на работу ушла бы знаешь это этот парень тоже много зависит парень-то старший алины мог бы подумать что надо чем-то пользоваться прежде чем девочку трогать чтоб не было потом этих последствий я предлагаю зарегистрировать брак я тоже за это обязательно потому что я с ее отцом жила без брака она рождена во грехе а чё это к чему мама к чему я не хочу выходить замуж пока что ну типа блин мама вот мне интересно вот она плакала там да с этого а тут смотреть потому что я с ее отцом жила без брака она рождена во грехе а чё не женились не предложение делали так что алина я не хочу выходить замуж пока что ну типа блин мама ничего за бред я хочу свадьба свадьба типа прям с фото и с кольцами нормально чтобы в блин кафешка там ресторан туда сюда хотите свадьбу оплачивайте пожалуйста я помогать не буду потому что у меня их просто нет возможности нас нет на как бы на это средства почему вы думали-то когда я делали ребенка то брак надо регистрировать алина нет денег на свадьбу на появление ребенка готовится это важнее так раз денег нет у вас зачем собаку завели курсе что не собаку завели хаски хаски завели но не у столько денег уходит я хотел собаку я завел ну конечно собака это необдуманная трата я пыталась ему объяснять что илья надо научиться вначале себя кормить а потом заводить собаку а ребенок родится что вы с собакой делать-то будете с ней гулять надо и что я буду гулять лишь бы у ребенка аллергии не было я буду гулять нас не у кого нет и куда у него появится я не знаю да вам и не надо ничего знать мы сами со всем разберемся и все этими упреками про нашу собаку наши мамы всю встречу испортили помогать финансово они нам не собираются ну и ладно мы с ильей сами справимся без чьей-либо помощи любви мне понравилось в принципе мне понравилось то что мы с ней на одной волне то есть ну серфим знаю все время от времени сабборды там вот это все одинаково думаем и мыслим спасибо что пояснила а то я правда подумал что с реферят на следующий день илья написала его сестра настя сказала что к мне в гости приехал отец и что она расскажет ему о моей беременности чуть-чуть там кружечка не понял ну так и все я с ним недавно разговаривал по-нормальному я же предупреждал иди ты сейчас он сейчас ей еще и настучит не надо ему сейчас звонить играть на него ты же знаешь что будет только хуже ничего не расскажет как мужика чем они могут позвонить сказать об этом получил по шее раз и все я естественно взорвался огорячение по поводу того что он не услышал мне не роутер конечно установили я естественно за получил по шее раз и все я естественно взорвался огорячение по поводу по но мы то что он не услышал меня не обида а просто какая-то горесть такая была понятно что блин что делать теперь непонятно ну надо принять и как-то помогать наоборот мама-то пусть знает ну да знаю нормально триггировать да на ощупь сказал урок ок как я поняла а конечно она сюда говорит Настя рассказала илья что папа очень ругался, но сам он ему так и не позвонил 11 неделя ног очень быстро я поняла чем говорила мама ильи по поводу собаки в месяц на нее уходит около 5000 рублей и это капец как бьет по нашему бюджету она ест дорогущий корм прививки мы ставили они тоже как дорогущие по не из дешевых игрушки я и покупает тоже там из дорогой какой-то резины чтобы у нее зубы там какие-то идеальные были лучше меня живет какие-то идеальные зубы если если она лучше тебя живет и всего тратят на себя в месяц 5000 рублей а тебе не хватает сколько там 25 кто лучше живет моя мама видимо чувствует что нам нелегко и хоть денег мы у нее не просим она сама оплачивает коммуналку за нашу квартиру а еще раз несколько дней приезжает и привозит продукты и что-то для дома родители или и не помогают после того как папа или узнала моей беременности вообще не звонил все это время илья ему тоже не звонил ждет когда вячеслав андреевич сделает первый шаг это котик но некому было заменить на работе поэтому со мной будет мама не обязательно позвони как после узи хорошо все расскажешь первая встреча с ребенком я очень сильно переживаю я не знаю что там и как потому что я никогда не виделась еще с ним на данный момент у вас определяется расширение твп до трех с половиной миллиметров это чё такое твп может быть это чё такое я не ебу я тут знаешь хуйню всякую несу просто для вида сижу за монитором это на самом деле еще даже не монитор это этот как он все сломал всех ситуациях когда у ребенком бывают хромосомные патологии подозрения на пороки развития плода гриль телевизор морской бой лэптоп вафельница начались да нет ну этот как вот ходят важные люди дяди в костюмах с таким типа портфелем кейс да только не кейс как-то по-другому называется дипломат точно спасибо значит у меня ребенок будет нездоровым чем выше показатель твп чем выше ширина воротникового пространства тем больше риск на развитие синдрома дауна уплата я в шоке вообще не понимаю как это может произойти илья здоровый я здоровая у нас в роду ни у кого не было как бы детей с осложнениями такими как это вообще может произойти это бывает так врач объяснила что твп это толщина воротникового пространства такой участок между кожей мягкими тканями которые окружают шейный отдел позвоночника и норма для моего срока беременности 22 с половиной миллиметра а у меня три с половиной это не прямой признак того что у плода синдром дауна это лишь косвенный показатель на данный момент я предлагаю вам пройти консультацию генетикам а также предлагаю вам пройти повторное ультразвуковое исследование то есть тогда когда мы сможем судить об данной ситуации окончательно и бесповоротно врач и беспород не выписала мне никаких лекарств сказала что нужно просто подождать когда малыш немного подрастет и сделать еще одно узи через две недели конечно это страшно это же на всю жизнь извините пожалуйста но блять как можно такое сказать нахуй я просто я ну любую хуйню можно сказать но вот это же на всю жизнь серьезно ирина и матери и отцу боль такая давай что-нибудь будем делать пока еще не поздно нет господи иисусе прости меня простите но ты на всю жизнь от себя обрекаешь я понимаю мне очень страшно я не представляю как буду воспитывать ребенка да он я понимаю что я никакого аборта ничего не буду делать потому что это ребенок я уже понимаю что он живой но это будет очень тяжело финансово так и морально ничего ты пока еще не понимаешь лишь бы потом ты не это самое мои слова не вспомнила и не сказала что ты была права не надо было уже рожать а если илья узнает что ребенок такой радиационный сбежит от тебя не будет такого не хочется верить в то что илья меня не бросит на чего тут пишите осуждаю 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 это же блять господи научное название окей медицинский медицинский диагноз нахуй это пишите для чего вам делать не на самом деле мне очень страшно как он отреагирует не скажет ли мне делать аборт алло ну чё как у меня ничего плохо все что такое врач когда какое-то расширение такое это типа значит что ребенок да он родится в смысле как это да он ну вот так ладно ты мне начали еще одно УЗИ так ты сильно не переживай ты езжай сейчас домой я потом приеду и поговорю земля ушла из-под ноги паник на ситуации то что я не сказал о линии свой страх я точно не мог показать потому что ей самой было страшно и и нужна была поддержка и старался поддержать это ебанно конечно вопросов 0 вообще такое представить даже тяжеловато если честно ну то себя поставить на место наверное не получится потому что ну эта хуйня какая-то что ли сейчас лена звонила на УЗИ ездила чё говорит врачи говорят ребенок давно родится да ты что я думаю что но не будет так не должно быть так все будет хорошо я тоже как мать переживаю и не задавала лишних вопросов по реакции Ильи я не поняла готов ли он стать отцом особенного ребенка поговорим с ним вечером а пока я отправлю бля вот реально как быть вот это сложный вопрос конечно и причем ты наверное узнаешь что об этом не на том сроке когда ну это уже когда все уже в общем наверное я так полагаю в общем сложно сложно была мама домой и сама пойду кинетику не хочу чтобы мама была рядом я обижена на ее за то что она снова предлагала сделать аборт меня к вам отправили после УЗИ поставили диагноз расширение ТВП расширение ТВП это риск возникновения синдрома давно и от возникновения этого синдрома не застрахована ни одна пара эти аномалии возникают спонтанно и не зависит от вот тоже организм пиздец да на приколе блять просто ебэс вот здорово приятно познакомиться рак что за хуйня вообще как как с этим чего это вообще что это такое спонтанно ебать спонтанно физического психического здоровья обоих родителей поэтому учитывая что у вас практически нет факторов риска вы молодые состояние здоровья наследственности тоже нет отягощенной то на данный момент показано только наблюдение в 13-14 недель если ТВП придет в норму то делаем контрольные скрининги УЗИ исследование плода а если в норму не придет если не придет в норму отправляем на инвазивное исследование это прокол матки и исследует материал и тогда уже можно точно сказать есть риск возникновения синдрома Дауна или нет но вы точно решили рожать даже если диагноз подтвердится не могу сказать что генетик меня успокоил получается шанс родить здорового ребенка пятьдесят на пятьдесят ну типа ничего теперь сделать еще бросать его или что я прямым таким как он есть все-таки мой ребенок конечно Илья сразу поделился наши проблемы со своей сестрой а я с братом для девочки это очень сильно и очень по-матерински оставить ребенка каким бы он не родился я очень сильно хвалю их за то что они делают этот шаг я завидую на самом деле им что они в свои года это принимают и готовы с этим жить и больше мы договорились почему ты завидуешь что я не понял братик с никому не говорить даже отцу Ильи я уже не обижаюсь на мамины слова про аборт сейчас она поддерживает меня как может на ожидание следующего скрининга это просто ад я не могу ни о чем думать кроме ребенка и того каким он родится будем надеяться что все-таки там все нормально будет потому что это реально какая-то такая жесткая хуйня которая ну те люди которые решаются на все это да и собираются собственно как-то воспитывать и так далее они конечно смелые и сильные люди тут вопросов нет у меня настолько опустились руки настолько просто грустно от всего что происходит почему со мной за что что я сделал не так где накосячила и как это вообще возможно все свободное время мы с Ильей проводим в интернете в поисках информации об особенных детях еще мы решили пообщаться на специальных форумах женщинами которые также стали мамами детишек синдромом нам сейчас необходима поддержка родителей которые переживают такую же ситуацию вот смотри женщины такое же расширение как у меня вот напиши может встретиться поговорить согласиться посоветовать что-то сейчас напишу очень страшно на самом деле вообще это все на наш ребенок мы совсем справимся я написала женщине по имени зарина у нее двое детей пятилетняя дочь венеры и семилетний сын марсель у которого синдром дауна я объяснила ей нашу селье ситуацию и попросила встреча к счастью она согласилась и пригласил нас в центр для особенных деток на следующей неделе встреча и она пойдет мне на пользу хотя бы не сильные а эгоисты они даже на йоту не представляют какой-то труд и какая-то жизнь у ребенка а ты блять представляешь я правильно понимаю буду понимать что и как вообще с такими детьми себе вести а пока я жду встречи с зариной схожу с ума от мыслей и когда Илья уходит на работу я не могу сидеть дома и хожу в гости к сестре Ильи Насте эта ситуация с моим ребенком очень нас близила ну чё как дела я как-то не знаю потеряна у меня вообще просто мысли все улетучиваются куда-то у тебя еще впереди второй узи то что не парься тебе сейчас нервничать вообще нельзя и этим забивать голову это еще не факт я за учебку буду браться чтобы сессию вот стать просто займись уже свою учебу тебе же лучше в любом случае ребятам нужно думать что дальше делать если диагноз подтвердить вообще люди которые говорят о том что там это эгоистический поступок так любой любой человек заводящий ребенка да вот родители там встречаются люди становятся родителями у них исключительно эгоистические побуждения в этом плане ну и природные естественно потому что природа просто толкает на определенного рода штуки но если говорить о том что ребенок там не выбирает но это же тупая хуйня глупая блять ребенок не существует как он может блять выбрать вообще нахуй что-то там он просто блять появляется и все и мы блять так тут существуем просто потому что чё там начинается это эгоистический поступок у ребенка не было выбора ну так блять философы блять конечно будем помогать в любом случае семья на то есть сегодня мы с ильей не не я же вижу что не все ровлят вон там выше почитай не все ровлят далеко не все на встрече в центре для особенных деток и нас ждет зарина женщина которая воспитывает 7-летнего сына марселя синдромом дауна я боюсь видеть этого ребенка и боюсь узнать какими трудностями мне придется столкнуться спасибо что согласились встретиться на это очень важно у меня цель и было выставить информацию форум потому что когда я была вашей ситуации сейчас говорю меня аж прям это просто слезы счастья потому что ребенок здесь сидит но на тот момент был страх были разные мысли но знаете что нас подвигло оставить этого ребенка потому что дети это подарок от бога особенные дети это особенный подарок ну это обычный ребенок да он немножко но отличается других детей но все то же самое но я так поняла что вы решили оставить ребенка ну да то есть считаю что если как бы дано то нужно оставлять сколько у вас в среднем месяц уходит на содержание если считать это чё за вопрос нахуй добрый день блять занятия то есть это определенные массажа реабилитация адаптация и плюс какие-то логопедические игрушки то в среднем у нас уходит от 20 тысяч это не считая питания одежды не считая всяких услуг в садике по возрасту он вот как доченька доченька 5 лет но ему сейчас 7 лет то есть по развитию мы отстаём чтобы как-то это догнать мы ходим к этим специалистам к логопедам дефектологам то есть мы вкладываемся в ребенка конечно это большой труд и это много времени и сил на это уйдет но я рад что мы не сделали аборт из-за этого даже если наш диагноз подтвердится то я понимаю что мы соленой совсем справимся вы приняли решение такое же как и я но хочу сказать трудностями с которой вам придется столкнуться многие мамы рассказывают такую историю что когда они выходят если такие дети так секунду так диана но я хз если такие дети рождаются то все несчастные при этом у этих ребят есть вариант сделать аборт все еще у нее условно на раннем сроке поставили да я тут вообще как бы не на чьей стороне я в целом особо не понимаю когда в таком возрасте беременеют и вот это все для меня это загадка плюс для меня загадка почему говорят о том что типа там все хуёво может быть да как бы все зависит от индивидуально от организма нет того что там все подряд блять если сделают то всем пизда но это 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 неправда но тем не менее здесь говорят обратно вот поэтому не знаю не знаю ну да на мой взгляд это это сложный момент который решать только людям которые собственно попали в такую ситуацию а мы будучи не в таком положении не можем наверное даже рассуждать потому что у нас ну вы только можем предположить вот мы в таких ситуациях не находимся поэтому можем только предположить на улице с коляской другие мамочки на это неадекватно на самом деле рассуждать на эти темы в общем то когда такого самого даже близко нет чуть-чуть конечно начинает оборачиваться начинает шептаться и это не очень-то приятно на сегодняшний день марсель когда играет на площадке с ребятками не все ребята его принимают потому что он не может быстро реагировать быстро бегать и поэтому им тяжело они начинают нервничать соответственно мы родители начинаем это тоже близко к сердцу воспринимать ну я буду главной поддержкой ребенку и как бы я всегда буду защищать его от всяких сплетней а что будет на меня там пальцем показывать мне без разницы вот вы сейчас видите марселя вы готовы да то есть вы приняли уже это окончательное решение да стараемся как справиться такие же дети абсолютно просто немножко сложнее будет это нужно понимать спасибо спасибо большое вы очень сильно очень вот это детки нас такими делают да марсель прыгать пойдем сейчас в игру и ладно жирина очень сильная и она очень любит своего ребенка несмотря на то что с каким-то там синдром то что он необычный такой и вижу что она не пожалела о том что она оставила его в этот же день когда мы пришли домой и впервые за долгое время позвонил отец который ничего не знает о том что происходит в нашей жизни не мог нормально успокоиться потому что но это очень так болезненно маленько потом когда уже пришло момент ты уж жизнь ему дальше жить я уже все уже как бы смещился и позвонила да вот кино можно ближе к выходным созвонимся он предлагает типа с ней в кино сходить ну типа он и она а сын просто просто познакомит да я ли не сказал что папа зовет знакомиться она сказала нет только после контрольного скандинга какой диагноз поставить за хуйня вообще кто знакомится в кино идет вы будете кино смотреть или типа вы просто сядете такие ну здорово блять и всем мешать будет я правильно понимаю это не поставит и решил не давить на неё 13 неделя после встречи с алиной я немного пришла в себя занимаюсь учебой и продолжаю читать про деток синдромом дауна но сегодня я сама не своя ведь пойду на узи и мне скажут подтверждается ли диагноз у моего ребенка обидно то что сегодня самую главную новость должен сказать а я блин на работе торчу буду ждать теперь когда алина позвонит так ты не торчи подумай о здоровье ну чё готовы ехать сегодня в баночке потом берешь на холодильнике спасибо большое извините ночью не спала переживала она такая или илья как переживает тоже золка что переживает что золка я надеюсь на лучше конечно и думаю что здоровые гены возьмут от собой вверх сейчас мы посмотрим малыша повторно у меня для вас очень хорошие новости толщина воротникового пространства на сегодняшний момент соответствует нормативным значением для этого срока никакой патологии у вашего малыша не выявлено но еще минуток пол выпуска блять то есть проводить все скрининги вовремя сейчас выйдем я сразу илья позвоню легче стало намного я ждал этого мы селье и готовы принять ребенка каким бы он не родился ведь уже любим нашего малыша и все же я рада что диагноз не подтвердился я рассказал маме и сестре об этом а я позвонила брату владу а вечером мы договорились с отцом ильи сходить в кино не рофлить не об этом фримен но в конце до концу а всем остальном просто это мешало понимаешь на фоне такая серьезная ситуация мешает о другом шутить будет выглядеть как будто ты совсем охуел а тут все нормально все поехали на ребятки наделали для ловственной но получилось ну чё сын я тему вы чё сказал поздравляю тебя спасибо пошло взрослую жизнь так что давай мозги напрягай там потому что кстати эмоции у девочки прям через край да прям в разъёб быть нельзя на думать понял понял все конечно хотелось бы не пожили пока так без детей что повзрослели наладили свою жизнь а дети потом уже ну так как сейчас произошло уже куда деваться 20 неделя я думала что все наши проблемы с ильей позади на беременность то еще испытание для наших отношений мы с ильей стали ссориться намного чаще отлично потому что меня все бесит он я без того запах не бесит то что он делает не бесит куда он кладет ложку как он ставит кружку мне все в нем раздражает я начинаю говорить типа ты меня бесишь не делаю таком что говорите тебе чем пишут и именно так и говорит наверняка я думаю именно с таким же лицом из таких такой же интонации так я тебе чуть пишут а вот так вот стопудово не знала что гормоны так сносят крышу меня бесит даже то что илья не делает мне предложение хотя сама с самого начала сказала что не хочу расписываться но это было тогда а теперь я хочу что теперь я ебанулась нахуй где моя предложение он сделал мне предложение а еще меня раздражает как плохо стало выглядеть я смотрю в зеркало на себя и вообще не понимаю кто стоит передо мной у меня блин ляшки не знаю у кого меня даже промежности между них не стало на задницу у меня жир а грудь у меня растяжка я вообще не знаю по какой причине потому что она не выросла блин капец я толстая ты осталась такая же какие было для меня ты от издеваешься посмотри просто как у меня ляшки посмотри посмотри что не говори она все равно на своем толстая и толстая но я говорю себе все равно беременна илья терпи илья все будет хорошо подождать еще чуть-чуть все это закончится может ему прям хуёво пиздец место прикинь мне двадцатая неделя а я уже вот такая вот толстая что будет через 20 недель перед родами да ладно не так поехали на узи поход на узи это всегда стресс для меня боюсь чтобы никаких патологий у малыша не нашли и очень рада что илья будет со мной он смог на полдня отпроситься с работы мы вместе узнаем кто у нас будет мальчик или девочка по развитию малыша на сегодня у вас все хорошо но есть небольшая взвесь в околоплодных водах что такое здесь взвесь это косвенный признак перенесенные вами инфекции мы не болели не простывали мне вам нужно будет дообследоваться в плане инфекций при необходимости пролечить все что у вас не так мне уже задолбала что блин реально ни одно за другое вот только 500 есть такая штука синдром внезапной детской смерти когда ребенок в первые два года жизни может просто хлоп умереть без причины хлоп и все узнал об этом когда родился сын напряжно ну ты шу блять ну так ты узнал и нам решил сообщить я правильно понимаю спасибо вроде мы разошлись этой проблемой насчет расширения твп и сейчас у меня грязные воды врач запретила мне заниматься сексом чё за бред теперь я действительно буду только сидеть дома и жрать сказать вам кто у вас да у вас мальчик отлично лет и речь там на экране губа верхняя губа не на кого похож сердечко с мой точно но самое главное что по вашему молчу на сегодня все хорошо врач назначила мне несколько цели вы испугали максима достижение выполнено не вы испугали деда анализов которые определяют что за инфекция в моем организме а мы с ильей конечно же сразу написали родным что у нас будет сын пацан это блин вообще круто я с нити вот братик да вот он явно на волне пением уже жду появление своего племянника после узи илья поехал на работу а я к маме в гости она очень просила меня заехать и скучно ведь мой отчим дядь слава уже несколько дней в командировке а где кот блять вот хорошо приехала надо вещи перебирать нам с тобой там в латикины твои комбинезона да шапочки да чудо все мама блин у меня 30 лет ничего деваешься что ли а так они хорошем состоянии давай посмотрим ничего не понравится не боже брать еще уже мама притащила целый мешок какого-то хламья вернее как она считает детских вещей и большинство из них моего брата которому 30 лет вот еще у новорожденного тебя была шапочка блин 21 век на дворе в этом уже никто не ходит вот твоя ветровка на дети дети такие фу блять мы в таком дерьме ходить не будем чё охуела что же что такое вообще в этом никто не ходит вообще никто из наших лялек вчера родившихся никто помнишь это тоже твоя ветровочка с сумочкой даже посмотри помнишь говорит мама выдает маму лидия как ее лидия ивановна да выдает нормально ну чё вот это не надо ничего это не стремные вещи хорошие только постирать до калина еще ведь что-то скорчилось я вообще не понимаю чего выпендриваться если сами еще ничего не купили я не против деньги ирина юрьевна да и ладно вот покупайте что хотите этот меня бабушки будете все носить мне кажется от этих вещей даже запах 30-летней давности но мама права денег сейчас на новые детские шмотки нет я получаю 25 месяц из них тысяч пять возможно 7 уходит на собаку 7 уходит на продукт возможно 7 и все остальное 2 штуки то где-то видимо подшкиривает на куда девается заебись 7 на собаку 7 на продукты а еще остальные я очень ебут это просто кота исчезает еще и пришло время то бишь 11 тысяч где-то оседают на платить за учебу ильи оплатить как бы нечем слушай мне просьба есть дай денег пожалуйста но за учебу заплатить а чё ж зарплата же недавно была какие деньги то чё ну чё то в этом месяце не рассчитали ну собаку не надо было покупать крокодила еще купи а потом денег надо будет что ты с этой собакой конечно но как крокодила еще купи а мать-то выдает немного я хотел собакой купил себе собаку ну вот и корми не просто так давай в долг эти вину в долг да я стараюсь финансово им не помогать я не считаю стараюсь хорошо стараешься очень правдоподобно получается как будто даже и не то чтобы прям стараешься просто не хочешь прям что это нужно нужно помогать тогда когда на самом деле тяжело и прежде всего конечно нужно научиться распределять финансы которые ты зарабатываешь и решать проблему самому мама все же уговорила меня забрать этот мешок вещей потом просто мать звонит слышь ты бля хуй у тебя уже проценты накапали на две квартиры ты понял бля и завтра мы придем тебе если бабок не будет я тебе твою собаку даже пришлось вызвать такси чтобы все это довести и на следующий день я решила серьезно поговорить с ильей ты чё сейчас лечить будешь что ли нас или чё я не хочу чтобы наш ребенок и делать в этом ну а чё теперь сделаем ты надо нормальную работу искать тебя куда меня возьмем не знаю без образования без вообще настройки сломаюсь что ты не хочешь ты тебя дают бесплатно и я блин им 30 лет и чё и не ходили уже почти не сколько не ходили в них 30 лет ну и чё они лежали спокойно их ничего не трогал и что ничего испортились как-то или чё у нас не коляски не кроватки или чё ничего вообще нету рано еще покупать что-то успеем уже ближе к концу чё рано так не хватит нам зарплаты хватит чё ты мы покупаем только вот чисто вот нам покушать там чуть-чуть и собаки собакам это общее решение было если чё у некоторых даже этого нету алина ну ты не хочешь я хочу зашибись значит рожай сам себе понял не буду тебе больше рожать нет да вот тут кстати подойдет наверное да вот типичный пример малолетнего дебил мне все-таки удалось достучаться до ильи он сказал что будет брать дополнительные часы на работе чтобы ребенку что-то купить и вернуть маме ильи долг от новости что она одолжила а не помогла я конечно офигела ну типа я считаю что это с одной стороны правильно потому что мы же решили сами жизнь и она изначально говорила что она не будет помогать ну блин если ее сыну тяжело сейчас ну можно же как-то помочь ну хотя бы блин сто рублей дать а вот сестра ильи настя вместе с мужем петь и подогнали нам коляску и кое-какие вещи из которых их сын лео уже вырос вот здесь кстати краска не новая но что-то она что не то не паникует по моему здесь видишь на штуке тупо вставляешь ну и все так что будем по-братски илья конечно стоит поднапрячься в плане работы не знаю доход свой можешь поднимать там чтобы самому те же вещи покупать для малыша я вижу то что он думает об этом здесь вот вещи маленькие как новые вот эту мы одевали один раз и еще будет два пакета подадим печеньку и еще ванночку лео ты не хочешь еще что-то выбирается и ты посмотри на нее ты благоди и не 30 лет но типа вещи достались еще от кого-то там понимаешь в чем суть блин ну круто конечно с этими вещами мы тысяч двадцать точно сэкономим чё там по поводу свадьбы я чё-то не знаю пока нет возможности да ладно чего нет возможности надо благодарны быть вообще-то что подгоняют решите так чё мы все устроим поможем не миллиония шоу сделаем ну тут расписываться не хотим как бы мы хотим прям ну торжество ну и правильно мы поженились 18 лет у нас были деньги мы работали в кофейне получали 12 тысяч рублей но при этом у нас была свадьба причем очень веселая и шикарная вы главное решите и мы все замуть не переживай мы пока не хотим законит наши отношения потому что первых лень делать мне предложение почему-то а во-вторых на у нас как бы тупо нет финансов на то чтобы сыграть какую-то в свадьбу и в принципе что-то вообще сыграть это не могу и периодически близки выдают какие-то фразочки пару недель я ходила в больницу вставала анализы еще мне прописали свечи и вроде как проблема около плодных вод разрешилась но появилась новая из-за того что я берет дополнительно на работе чтобы больше заработать он приходит домой очень поздно и совсем не уделяют мне время а я торчу дома с собакой кучи домашних дел из-за этого мы стали ссориться ты же сама попросила чтобы он больше зарабатывал я работаю это делать убирать за твоей собаку которую ты хотел убирать в квартире ты не понимаешь я беременна мне тяжело я работаю сегодня после работы что приходить тут полыдрать что ли я еще ничего не делал я хочу ты меня заставляешь полымать когда после работы уставшись ты чё ты делаешь куда иди не знаю на работу иди к маме иди хоть куда или все более на алина стала более эмоциональнее все и не нравится все не так все посидеть отдохнуть она что-то вспылила долго не думал собрался ушел а ты пошел-то на работу там спаде полин курточку оба ну-ка котик подожди же она его сама выгнала сейчас спрашивает куда ты пошел ясно на работу там спаде а что это у нас тут немножко перекосило личико не гладили что ли суки им курточку за последнюю неделю я пять раз выгонял илью но он ни разу не уходил и я не понимаю что сейчас происходит нормально зачем зачем так или я успокойся все и домой домой заебись ну пырнул я тебя раз ну что в самом деле все прости ну вспылила чуть-чуть ну я рада квартиру уже переписала других людей но это тоже не важно все время выгоняешь я беременна гормоны играют прикинь можно от этого воздержаться хоть не выгоняй чё собака ладно всё прости меня пожалуйста давай договоримся что без этого уже ладно я очень соскучилась по общению с подругой ирой и на следующий день когда илья ушел на работу я поехала в деревню июльской с ней встретиться хуй он ушел на работу как будто в кино пошел сниматься я очень соскучилась по общению с подойдет на работу и на следующий день когда илья ушел на работу я поехала в июльской с ней встретиться договорились что я останусь у нее ночевать ну чё как у тебя беременность проходит не знаю странно как-то стало я когда к тебе ехала у меня ощущение будто у меня органы передвигаются в смысле прямом будто бы не знаю там почки ушли куда-то так как да сейчас покажу смотри илья блин я в деревне нахожусь тебе ближе ехать собакой гулять или мне как ты думаешь либо ты едешь домой либо ты едешь домой собираешь вещи уходишь все это жестко тыси заколебал со своей собакой честное слово уже свои работы тоже заколебал он работает деньги зарабатывать ничего не уйдет никуда сама знаешь а вдруг будет не уйдет меня бесит что илья как бы выставляет работу превыше всего превыше того своей любимой собаки превыше меня тем более я уехала за город ёбнутая что ли блять и и и я поеду обратно что ли что просто погулять с собакой мне это не понравилось то есть он зарабатывает деньги больше для нее в том числе и наверно в первую очередь наверное даже а она включает режим малолетняя дебила блять это гормоны все дела в гормонах домой атаки не поехала осталось у иры а утром уже вернулась в город с ильей мы так и не общались после телефонного разговора думаю поговорим когда увидимся у него как раз сегодня выходной ну это не хаски ухаски голубые глаза это какая-то реально помесь либо немножечко наибучи произошло я в шоке неужели он решил меня бросить я и так пошел заказы дополнительно принимаю она блин в ответ неблагодарности этого говна побольше еще я сейчас серьезно у нее зубы и мириться как-то особо не собираюсь пока что задолбали уже закидоны эти на шее уже сидят но я собрался и уехал к маме побольше говна ну чё как дела-то как алина поругались выгоняла выгоняла я чё собрался и ушел чё как так ну так чё сдолбала ну может поговорить надо было ты чё разговариваешь вот кстати в чайковском похоже разговаривать прям похоже очень собака-то твоя с кем осталась да чё ты своей собакой ты заколебала и чё ну я не стараюсь вмешиваться любовь николаевна это это говорит это говорит редактором не могли бы пожалуйста подъебываться в любой ситуации по поводу собаки вот пожалуйста хорошо большое спасибо спасибо у вас отлично получится в их не отношения они поссорились ничего в этом страшного нет для меня и как поссорились так помириться дело житейское илья так и не вышел на связь я себе место просто не нахожу нервничаю у меня сильно очень похоже кстати она начала тянуть внизу живота я испугалась и позвонила маме я не знаю я могу шарились я послушалась маму уже через полчаса была в больнице там врачи меня осмотрели сделали узи и что у меня вот это тонус матки то есть вам надо вложиться сколько можно в больницу можно как-то отказную написать я и потому что не могу меня маленькая собачка но вы понимаете это никак нельзя девушка а что собачка это никому больше почему ну как бы так получилось блин я не знаю что делать с одной стороны альма дома 1 с другой мой ребенок в опасности илья уже появился в сети я начала ему звонить но он меня сбрасывал тогда я написал ему смс выдело смс-ки тушь на больнице и очень испугался из-за нее уже из-за ребенка и паршиво стало на душу ну виноватым себя чувствую что изменяет и я да как тут же примчался ко мне но отношения мы выяснять не стали он поехал к нам домой а меня положили на сохранение неделю я лежала под наблюдением врачей а потом меня выписали домой угрозы для нашего ребенка больше нет то есть она из деревни не хотела ехать до за собакой последить а вот когда я бы стоял выбор между подержать больницы и сохранить здоровье себе ребенку или а посидеть собакой она выбрала собаку приоритета в принципе расставляет охуительно мне кольцо зайдя домой первым делом мы солью и решили поговорить ты меня простит без попутал не ходишь мы пришли к такому мнению кстати чтобы не доводить не меня и чтобы чтобы не доводить не меня и в принципе все на этом не меня речь нашего ребенка речь вообще не идет чтобы не доводить не меня и не ребенка 26 неделя уже пару недель у нас ильей полный диле манипуляторша чистая 16-летняя уже умеет всякую хуйню мутить и использовать своих целях все абсолютно причем в открытую это еще и говорит то есть не особо умна в этом плане хоть меня по прежнему много всего бесит я сдерживаю себя как могу илья стал более внимательным ко мне нифига он пинается боксером будет слушай может ими придумаем уже давай какой тебе нравится матвей да ну мне не нравится матвей почему лечу как кот какой-то не вот сергей нравится сереже может артем да это неплохое не можно решили оставить артем хорошо так его зовут илья а ну ильич да что звучит и не часто встретишь артем не как данил или саша или ваня сыночек тебя теперь зовут артем еще меня радует что у ильи новая работа его папа предложил заниматься вместе с ним ремонтами в новостройках зарплата там зависит от загруженности и в месяц может выйти даже до 40 тысяч рублей то есть у него была стабильная зарплата которая точно было 25 тысяч он ее выбрал променял на стройку в которой может быть но и меньше даже ясненько конечно илья согласно а разница между максимальной зарплатой 15 тысяч и у него на той работе тоже бывали подработки он тоже мог заработать больше ну короче правильный выбор то есть начинаем сначала реплику делать то стены делать потом начинаем шпаклевать то есть вот на шпаклевочка у нас сейчас покажу тебе как это делается то есть аккуратненько так наносишь обязательно шпати вот это должен быть с собой то есть у нас человек красиво нет я очень рада за илью что он будет больше времени проводить с отцом а я чтобы не скучать дома решила сходить к его сестре насти в гости в чем может попробуешь откройте если он сплюнет сплюнет так сплюнет ну давай молодец мне кажется ему не нравится что переехала леву открой руку дай не трогай брелку что ты ему так медленно суешь в рот вот учись пока есть возможность я учусь так он не хочет эту кашину вонять потому что это кошмар даже для собак еда вкуснее пахнет чем для детей естественно я сама это не ела я бы сама это все выплюнула мать давай покажем чуть алине как мы кушаем давай ты издеваешься меня просто не это любовь понимаешь вот потом почувствуешь каково это алина во время беременности почти не изменилось милая беременяшка хорошенькая да вообще чудо но у нас те долго засиживаться не стало нужно бежать домой немного прибраться ведь завтра из москвы возвращается мой брат влад он сказал что изготавливать парковую мебель ему надоело и он будет искать себе что-то в ижевске влад попросился пожить у нас пару недель илья не против владик походу приехал вот собака отлично импровизация братик молодец привет очень приятно собака когда ехал доехал огонь блин они такие классные в ильюхе вообще ни капли не разочаровался спокойный и на первый взгляд стабильный парень такое я не могу доехал огонь нахуй ясно блять они такие классные сука в илюхе вообще не разочаровался на первый взгляд 2 пока не было конечно влад мог бы и у мамы остановиться но говорит что на собеседовании неудобно будет ездить из гальяновского а нас тут в принципе и комната есть свободная где раньше влад и жил я сюда решил приехать поближе к ней посмотреть вообще как они живут вместе что я буду третьим лишним такого моих мыслях даже нет у них у всех там какая-то история да с тем чтобы липануть что-нибудь такого чтобы получилось немного прикольного 28 неделя с приездом брата наша жизнь изменилась заботы у меня стало побольше все-таки готовить на твоих мужиков как-то напряжно еще влад так и не устроился на работу сходил только на пару собеседований все вообще не торопится пополнять наш семейный бюджет илья содержит нас всех пашет на работе целыми днями поэтому худо актер или для ля-ля-ля-ля до месяцと glad не зарабатывать на продукты у нас содержит илья даже сама уже стр� на передали ей я сама пошла работать чтоб хотя бы просто или они обеспечивал брат я долго молчала не высказывала все брату но в один момент меня просто накрыла executive 3 стать и на блин мы уже реально устали мы уже просто впритык идем нельзя я не хочу да ничего вообще-то как бы устал у нас двоих тянуть меня это уже задолбало блин пробую ведь я почему-то блин я не знаю я работает из руслин ячет юные пробуйте почему это уже задолбала что блин пробуйте опробую ведь я ёбаный рот почему-то блин я не знаю я работает блин блин ты же знаешь я брат твой я люблю тебя ты же понимаешь это сейчас я не могу хотя пробую из жизни месяц у меня такое ну чё блин начинается то не знаю круче все хорошо будет надо время просто правду говорит конечно говорит правду и больно это слышать за остается только стараться что-то меня больше всего меня расстраивает братука братука даже не то что влад не работает а то что за последнее время мы с ее как-то отдалились друг от друга мы начали сели больше ссориться меня не знаю из-за чего это может из-за того что власть нами живет но или как бы начал не довольно сильно показывать что что я его задолбала в этих сорок илья даже стал грубить мне раньше такого не было и мне очень больно от этого ссоримся и обычно из-за мелочей то мусор не выкинул то там за собакой не убрал маленькую к ложечку не помыл я бесит прям на следующий день запись будет конечно что там со звуком бессит прям как будто кто-то чё сестренок не знаю просто бинта али это ты чё чё ты не знаешь ли постоянно еще ссоримся просто постоянно еще это собаками уже просто бесит я вообще не знаю кому она нужна была кто еще зачем мы вообще завели а потом мне еще обидно что это про собаку говорю это блин ну ты чё илюха не обижает постоянно посылает меня в смысле да ну да ты решили алимку посылаешь но было еще как и чё ты чё доводится чё она беременная ты чё не заметил этого заметила я устал собака собака чего вас собакой с этой еще собака я не знаю что она завелась этой собаки убирает грит постоянно за ней и чё убирает немного там убирать чё вы как малолетки какие-то ты чё сейчас лечить будешь что ли нас или чё чё вы раздуваете здесь сколько лет у тебя семья есть нет была бы семья лечил бы тогда да и слава богу что нет уж такой не делать которую вы делали я каждый день на работе молодец тебе надо сейчас это делать так а чё еще делать-то что ты делаешь ничего в комнате своей сидишь помогал бы хоть алин тебе мы говорим мы говорим то что ты алинку посылаешь это полная братан вообще полная понимаю чё не надо посылать наверное и пацан же не тупой вы на такое идете и тут посылать злите только меня и ёбаный урок он все прости меня пожалуйста машину только меня блять я тут ехал жить на халяву блять вы меня злите и бачу за хуйня то ебаный а ты же не тупой в конце концов оба пообещали друг другу не ссориться ради нас и нашего ребенка а потом илья поговорил с ладом что больше меня обижать не будет больше обижать меня не будет я я понял мы поняли все от его услышал еще сказал что в ближайшее время съедет от нас я хочу уехать москву а а то у меня уже кончилось все все то что делала бы зрачки такими большими а тут как-то хуёво с этим здесь я попробовал не получается хочу поехать туда где у меня хоть что-то получалось через два дня брат собрал свои вещи купил билет москву я боюсь что набежается на меня как будто я его выгнала но влад сказал что все понимает что нам нужно с ильей жить своей семьей еще одну премию пожалуйста короче если будет еще раз убежать даже не ладно я буду с ним по-другому разговаривать из москвы по телефону когда родишь тогда я приеду все пока пока что ждет что он там разговаривать он там разговаривать будет по-другому типа как типа вот так понимаешь меня или что тридцатая неделя тридцать недели пошли у меня уже последний триместр беременности и это очередное испытание для моего тела я мечтаю скорее родить я не вижу ничего положительного беременности ну как бы когда он пинается ребенок мне больно потому что мне ребра все отпинывают на матке когда скачет до маска там мочевой там задевает я блин еле до туалета добегаю чё радостного то с ильей у нас все замечательно я его не пилю он мне помогает и заботится с большим животом его не пилю потому что осознала что он не дерево блин сейчас максимально неудобные некомфортные даже носки надеть не может наклоняться лишний раз что уже я вставать там лишний раз тоже я иду стоит помогаю вот только гулять животом мне тяжело и мы с ильей давно никуда не выходили и когда он сказал что хочет съездить со мной к нашим друзьям я очень обрадовалась ведь за время беременности мы мало общались я очень по ним соскучилась я одушевленная нет я могу ездить на тебе могут сейчас секунду чё все что разожаем я одушевленные нет я большой когда как алин знаю что эти очень сильно люблю поэтому я ухожу пока лин надеюсь мы проживем долгую счастливую жизнь ты выйдешь за меня нет я очень хотела предложение ну как бы я хотела милого красиво как бы ну так тоже хорошо как тоже ты смотри вот все время не довольна чем-то все не так все не устраивается что-то блять что-то вот не то это что мы прожили счастливую долгую жизнь семьей я люблю и и все это очень-очень-очень было мило мне прям такой мандраж это уже захотела замуж и то что илюха решила на этом все красавчик я одушевленный предмет вроде на мне остановились ребят давайте заснимем видосик такой так как в смысле какой ну-ка блин может что-то про вконтакте говорит вот какое мне предложение сделали тем более сейчас в контакте появилась новая функция клипы чуть-чуть такой вот смотри запилим все-таки не до конца на осознает что дерево это дерево все остальные вещи это все остальные вещи но поле там можно легко раскрутиться легко раскрутиться уже сериально можно раскрутиться это же попробуем их попробуй конечно там чего сложного ничего сложного как юла просто и начинаешь бля крутиться и все классно илья сказал что не делал предложение раньше потому что понимал что денег нет а сейчас работаю отца примерно за год он накопит на свадьбу моей мечты работая у отца он примерно за год накопит на свадьбу моей мечты ребенок как раз подрастет новость о том что я выйду замуж за илью мне захотелось рассказать маме лично и на следующий день я позвала ее к нам в гости такая предложение наконец-то а чё про свадьбу думаете не нужно точно не скоро первых не надо родить и минимум хотя бы похудеть крути через кубик но нет цель я наконец-то решился спасибо я конечно обрадовалась но я почему-то думала сначала что они ко мне приедут благословение попросят но они же молодежь они еще этого не понимают не знают ладно хоть предложение сделал уж слава богу своей семье илья тоже рассказал о нашем событии я очень рад что он устроил себя это смотрите расписаться обязательно надо по любому и желательно выходить почему бабушка плачет потому что она мама возможно я что сходить в церковь и повенчаться мы с ильей готовимся к появлению сына купили немного вещей заказали кроватку и сами ее собрали сейчас стараемся экономить потому что илья поменял работу устроился в компанию строительных лесов очищает дерево от цинка чудо кота доебался ты зарабатывает в месяц 26 тысяч рублей на жизнь хватает что-то я не понял все да вообще перестановки с работой были но особо не пошикуешь с работы у отца я ушел потому что работы очень мало не в месяц вышло в 1015 понял что денег не хватит ни на что еще мы решили что назовем сына не артем а по церковному артемий сокращенно будет тема и чем ближе роды тем больше я о них думаю очень переживаю как все пройдет после диагнозов синдром дауна тонус матки грязные воды я больше всего на свете хочу чтобы наш с ильей сын родился здоровым много времени провожу в интернете читая про роддома в ижевске и соседних городах по отзывам нашла офигенный роддом перми перми так че смотри тут че пишут профессионализм врачей прекрасно а че поржали с перми я не понял линия мышка вон фотки ну че круто круто ну че ты хочешь сказать ну че круто круто я все если честно мне похуй я бы лучше там рожала чем тут ну как ты там знаешь что любишь как я поеду работа кот-то мурчит так я хочу нормально родить чтобы без всяких наслаждений так далее было я тоже хочу если там лучше чем здесь ладно чуть теперь на охрунивая там смотрите блять аж похуй на то что они там говорят на следующий день илья ушел на работу а я на узи прежде чем ехать в пермь которая находится в трехстах километрах от ижевска нужно убедиться что с ребенком все хорошо и мне можно ехать на такие расстояния нормально то есть да все хорошо вот это лицо глаза нос ротик смотрите он головой вниз лежит до лежит правильно сердцебиение хорошее внутренние органы позвоночник все в норме спасибо после узи я написала илье и позвонила маме рассказать что буду рожать в перми она тоже не сможет со мной поехать из-за работы но сказала что ее родственников там однокомнатная квартира которую они сдают и квартиранты как раз съехали она попросит чтобы я там пожила мне уже концовка я думаю да осталось то господи 6 минут даже меньше 5 через три дня илья купил мне билет на поезд еду заранее ведь могу родить в любой момент помню с этого вокзала уезжал в питер я очень давно 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 две недели я прожила в перми одна а потом ко мне из москвы прилетел мой старший брат влад и как оказалось не зря потому что через пару дней у меня начались схватки спасибо за эти кадры нужны это ощущение как будто бы живот рвется там все рвется везде все расходится это нереальная боль просто боль меня убивают поэтому я попросила сделать эпидуралку с ней смогла пару часов отдохнуть а потом врачи сказали что пора рожать я не могу все выключайте нахуй пойдешь спать я слушаю врачей не получается тужится до конца стараюсь но не хватает дыхание у меня ребенка положили груди мне стало приятно очень появился ребенок ради которого я хочу просто жить кошмар слава богу что несмотря на все то что происходило ребенок родился здоровым большущим крепким самым лучшим самым красивым алина прислала фотографию обрадовался красивый весь меня пока я прихожу в себя врач показала мне как кормить ребенка а потом переложила его на столик чтобы я немного отдохнула смотри на сына и не верится что все самое страшное позади через пять дней после родов мамой быть мне нравится с помощью врачей я уже научилась и купать и кормить и пеленать теперь жду главное событие выписку которая будет уже сегодня алло аллен привет я у тебя под окнами стою не видишь ребенок то рядом у тебя ну все давай выходи уже я за тобой прикольно там стенка сзади алине уже капец соскучился уже три недели не виделись ой скорее бы уже кроме ильи с ижевской еще приехали его мама и сестра настя с мужем петей брат влад тоже будет на выписке а моя мама вместе с моей двоюродной сестой арины или позже будут нас встречать в квартире в перми мне его на руки дали мандраж какой-то сердце колочится мой малыш уже все наследник давайте фотографируем ну вообще просто у меня руки дрожат я не знаю что взять такой молодец я заплачу у меня руки дрожат можно я теперь подержу малыш похож на Илюшу щеки прям щеки Илюхи давай осознал конечно осознал что дядя чувствую частичка нашей семьи после выписки мы все большой компанией поехали на квартиру чувствуешь себя папой тоже как ты не знаю как описать дальше все теперь по ночам будешь чувствовать бровка подмигнуть сразу сходу блять все теперь ты все будешь делать ты делаешь вид что не слышишь да не Илюха от этого не отвертишься не с папой он будет спокойный да ку-ку чувствуешь себя мабулит да конечно скажи да темочка эти несколько часов пролетели очень быстро и всем уже нужно уезжать в Ижевск Влад улетит в Москву завтра а мы с Ильей решили побыть в Перми еще минимум неделю чтобы Артемий немного подрос а потом уже поедем домой глядя на сына я вспоминаю сколько всего мы с Ильей пережили ранняя беременность и диагноз который мог бы навсегда изменить нашу жизнь вот эта вот часть конечно жесткая жесткая была когда вот это все вот это вот но в целом выпуск прикольный вторились и мирились обижались и прощали но мы были рядом и вместе прошли весь этот сложный путь если так получилось как бы что вы забеременели рожать вот когда эту булочку принесли я думаю все зачем для чего мне еще жить как не для этой булки да для этой булки к тому же Илья будет вставать по ножам это мило ясно все понятно все просто хорошо давайте узнаем что там было дальше после проекта Илья устроился на работу несмотря на то что денег все равно не хватало пара не просила в долг у родителей потому что они сразу дали понять что помощи от них молодые могут не ждать однако по слухам с конца 2010 года пара рассталась девушка всецело погрузилась в воспитание сына который на данный момент посещает детский сад а юноша большую часть времени уделяет спорту принимает ли участие парень в жизни синишки неизвестно но будем надеяться на лучшее и ниже комментарий а она вышла замуж во второй раз три дня назад к слову комментарий вот как то так такие вот интересные интересности что я могу сказать даже не знаю что я могу сказать но вот она типичный манипулятор такой настолько не беспалевный что аж тяжело знаете такой толстый манипулятор как в прямом так и переносном смысле в момент того когда она была беременна собственно вот вот эти все моменты типа уходи из дома еще какая-то хуйня ну что это за дерьмо вообще чего это с чего куда зачем почему это надо терпеть вообще потом приоритеты расставление приоритетов были великолепные мне очень понравилось деревня больше чем собака собака больше чем лежать в больнице для сохранения здоровья и всего остального приколдесно приколдесно короче в общем будучи детьми как мы уже поняли да по всем остальным прошедшим выпускам и сезонам не надо заводить детей как-то так вот ну а у нас остается с вами последний сезон на данный момент это пятый потому что мы шестой уже посмотрели как бы первым вот пятый сезон и затем мы ждем сентября вроде как там должен выйти следующий когда точно пока неизвестно но как-то так вот ну и если мы успеем за этот месяц оформить пятый то тогда бабахнем тихонечко с вами фрамижуточки и украинскую версию тоже да бум бум где бум бум здесь это не бум это тоже не бум вот бум все господа на сегодня все спасибо что были увидимся